всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 6 августа я вот хожу отбираю все томаты вот в теплице сегодня показывала штрауха гранатовую каплю потом это крымский черный и сейчас вот с ведром подошла к сахарному подулечку и хочу вам показать его нынче какой-то ужас происходит меня томаты загоняли уже жара они спеют как и в теплице поспели все одновременно в открытом грунте тоже спеют все одновременно их столько много посмотрите на этого хулигана сахарного пудовичка он под своей тяжестью весь вот так вот туда видите упал но все как я не знаю колоновидные яблони точно я говорю что но это яблони колоновидки больше никак и вот они все все улеплены я сейчас с ведром пришла я только успеваю в ведрах затаскивать домой а мне же еще надо семена с них выпотрошивать короче все я вся в поту очень 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 сложно нынче из-за жары потому что очень все это ускорилось но сейчас ладно я там на втором плане я сейчас хочу рассказать вам вот про этот томат перед тем как его обобрать я сейчас его обберу не знаю как там отбирать буду подгребаться вот это сахарный пудовичок 128 если до этого я показывала в теплице вам сорт пудовик и некоторые почему-то думают ну наверное за название что это одно и то же пудовик и сахарный пудовичок то это совсем два разных томата у нас пудовик сердцевидный а пудовичок это обыкновенный такой ну как классическая форма томата вот такая вот с ребристостью округлая приплюснутая как немножко он средний ранний средний спелый это сибирская селекция тоже он рекомендован рекомендован для теплиц вообще производителем но у меня он растет в открытом грунте крупные всегда прекрасно вызревает в том году был прекрасный нынче тоже в один два ствола виду вот видите вот 12 и там 12 в 12 ствола виду все конечно нужно посынковать нужно подвязывать подвязывать нужно было мне вот здесь еще сильнее скорее всего тут мне муж сделал эти опоры железные они очень по деревяшке они не скользят вот по этой железке очень скользят у меня нынче много проблем которые тяжелые много плодов они как бы вниз опадают у меня ну как съезжают скользко им ну ладно нынче дотерпим на будущий год что-нибудь придумаем вот в 12 стебля виду и он весь всегда весь увешан плодами но плоды обычные красные написано от 300 до 600 грамм у меня они так как я не нормирую я всегда говорю у меня не сильно не сильно большие на 400 иногда там 500 вырастают 300 600 грамм я не знаю даже по моему и не было но конечно для салатов идет конечно для сол для соков это вот тот самый который мясистый который на изломе сахаристый который сладкий настоящий русский томат из этих томатов можно делать все я говорю от салата и до кетчупа ярко красный цвет этот классический многие выбирают для того что чтобы были красивые соки красивые томатные пасты все еще немаловажно что это именно сорт а не гибрид с него всегда можно взять семена я вот давно делаю свои семена и если вы например когда-то один раз купите где-то в магазине или вот закажете сахарный пудовичок вы потом всегда можете выбрать свои семена собирать выбираете самую красивую какая вам понравится самую аппетитную помидорку оставляете ее до созревания я иногда подписываю пишу не брать или крестик ставлю чтобы кто-то и не съел самую красивую когда я делала семена в маленьком количестве для себя я делала так прям писала фломастером не брать или не трогай меня писала для моих домочадцев которые ничего не разбираются могут съесть семенную помидорку все вот это номер 128 сахарный пудовичок я не знаю мне отойти некуда ряды узкие хотела вам показать его во всей красе не могу никак подобраться чтобы показать ну и так видно одни томаты гольны одно томатное мясо ничего больше здесь нет все листья конечно убрала потому что у нас уже август нам надо чтобы они вызрели все чтобы были хорошие здоровые семена все до свидания ну пудовичок